Это программа «Место происшествия» на Первом городском канале. Эксклюзив «Неподдельные эмоции. То, к чему нельзя быть равнодушным». В студии Сергей Пичугин. Здравствуйте. Вначале коротко, без слов о самом важном. Зачем так говоришь? Он дальше начал обязаться. Я ударил его ладони по щеке. И начнем выпуск с типичного для зимы ДТП в Юрьянском районе. 15-ю занесло. Она боком выехала на встречную полосу, и в нее на скорости врезался Митсубиси. Удивительно, что в ладе нет пострадавших. Травмы получили пассажиры внедорожника. Среди них шестилетний мальчик. Подробности ДТП в обзоре аварий. Авария произошла 14 февраля днем на 397-м километре дороги Вятка. Вот кадры самого столкновения. По предварительным данным, 27-летнего водителя 15-й модели ВАЗа занесло на трассе. Машина боком выскочила на встречную полосу, и ее протаранил Митсубиси. Отечественный седан получил серьезные повреждения. Однако, по данным ГИБДД, в этой машине нет пострадавших. Травмы получили два пассажира внедорожника. Это 58-летняя женщина и 6-летний мальчик. Их не госпитализировали. А в Афанасьевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 37-летний водитель КАМАЗа с прицепом наехал на пешехода. 63-летний мужчина скончался на месте происшествия. По факту трагедии, следователи проводят проверку. В Слободском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель Фольксвагена-транспортер наехал настоящий впереди Ауди 80. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, прямо на КАМАЗ. В этой аварии травмы получила 43-летняя пассажирка седана. В Кирово-Чепецком районе столкнулись две встречные машины. По предварительным данным, 25-летний водитель 15-й столкнулся с Субару Форестер. В этой аварии травмировались двое. Это водитель ВАЗа и 49-летняя пассажирка иномарки. По информации госавтоинспекции, госпитализация пострадавшим не потребовалась. А теперь ДТП в центре Кирова. По предварительным данным, на перекрестке 24-летний водитель десятки поворачивал налево и лоб в лоб ударил Весту. Пассажирке серебристого седана понадобилась медицинская помощь. Сергей Пичугин, место происшествия. В Слободском будут судить 19-летнего молодого человека, который избил подростка. Преступление произошло в июле прошлого года в деревне Столбова. Потерпевший хотел просто уйти домой, но обвиняемый был против. После ссора он избил подростка, и тот потерял сознание, что было дальше. Смотрите в рубрике «Сводка». Июльским вечером на пруду Столбова было тепло. Компания молодых людей купалась и пила пиво. Подросток вместе с друзьями решил уйти, но это не понравилось 19-летнему Илье. Знакомые поругались. По словам следователей, обвиняемый нанес несовершеннолетнему удары руками и ногами в область лица и головы. Подросток потерял сознание, а Илья скрылся с места конфликта. Впоследствии потерпевшего госпитализировали. Медики установили причинение тяжкого вреда здоровью. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Вину обвиняемый признал. Сейчас дело рассматривает Слободской районный суд. Илье Рычкову грозит до 8 лет лишения свободы. Пять угонов и одну кражу совершил 26-летний Влад Кудрявцев из Кельмесского района. Молодой человек угнал три ВАЗа и одну иномарку Форд, а из девятки похитил радиостанцию за 3000 рублей. Серийный угонщик долго был в розыске, но его удалось найти и арестовать. По данным прокуратуры суд, по совокупности преступлений приговорил Кудрявцева к 3 годам в колонии строгого режима. Влад уже отбывает наказание. Приговор вступил в законную силу. На улице Азина неизвестные воры похитили аккумулятор. В 4 часа утра они сняли его с припаркованной классики. На съемке видно, что сработала сигнализация, но преступников это не смутило. Они вскрыли капот и забрали прибор накопления энергии. Сейчас жуликов разыскивают. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия. Ну а в Кирово-Чепецке сотрудники ДПС поймали Деда Мороза. Правда, ехал он не в санях в упряжке с оленями, а на ладе 99-й модели. В новогоднюю ночь мужчина в костюме доброго сказочного персонажа устроил погоню и попытался скрыться от полицейских. Как выяснилось позднее, весь прошлый год задержанный Дед Мороз вел себя очень плохо. Детали этой истории в следующем сюжете. Этот новый год задержанный Дед Мороз, он же 31-летний Станислав Князев, запомнит надолго. 1 января около часа ночи его после погони оформляли за пьяную езду. От экспертизы он отказался. Как выяснилось позже, 2020 год ряженый Стас также встретил оригинально на скамье подсудимых. В январе его осудили за повторное пьяное вождение. По данным полиции, водительских прав у Князева при себе не было, и он их никогда не получал. Как крепко выпьет, сразу садится за руль. В Кирово-Чепецке Стаса дважды ловили пьяным, и один раз в Истринском районе Московской области его судили за кражу с незаконным проникновением в жилище. В итоге в январе 2020 года за повторную пьяную езду его приговорили к 8 месяцам и 10 дням принудительных работ. Сейчас новое дело изучает прокуратура, и в ближайшее время оно будет направлено в суд. Деду Морозу на 99-й грозит реальный срок лишения свободы. По словам самого задержанного, это вряд ли его остановит. Он будет продолжать ездить пьяным. И такой Дед Мороз явно недобрый знак на дорогах Кирово-Чепецка. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия. Впереди небольшая пауза, не переключайтесь. Это по-прежнему проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Всем миром искали водителя «Лексуса» после ДТП на улице Милицейской. Мужчина хотел развернуться с правого ряда, протаранил классику и убежал. К поиску виновника подключились активисты ночного патруля, сотрудники ДПС и просто неравнодушные граждане. Об итогах этой спецоперации узнаете в следующем сюжете. Водитель классики Павел рассказал, как произошло ДТП. По словам молодого человека, он ехал прямо по милицейской в левом ряду. В правом – черный «Лексус», который неожиданно стал поворачивать, ну или разворачиваться. То есть он поворачивал направо, начал поворачивать и резко налево, а я прямо... То есть мы-то просто прямо ехали, как... Пострадавшие? По словам Павла, из «Лексуса» вышло несколько человек. Кто из них был водителем, не видел. А где водитель? Какой? С «Лексусом». Я не понял, кто-то из них. Они сразу все вышли, чувака три. Резвые? А? Резвые они. Тут запах есть. Ага, ничего себе, даже так. Состав экипажа «Лексуса» моментально сократился. На месте ДТП остались двое. Мужчина, а у вас кто был водителем? Детельный, детельный, детельный. Мужчины? Вскоре приехали сотрудники ДПС, которым тоже стало интересно, кто водители на марке. Слово взял владелец авто Денис. Вы меня не вызывали, а собственно, убежали. Где машина-то вообще? Машина наша, б***ь. Наша? Долгом, один, собственно. Мы, б***ь, не убежали все, б***ь. Люди-то все, б***ь, не вызывали были, б***ь. Давайте дороги это делали. Кто находился в этой машине? Двое же пацана, б***ь, взяли, б***ь, убежали. А вы кто? Я б***ь, б***ь, б***ь. Чуть ранее этот Лексус видели у одного из ночных клубов города. По словам очевидцев, тогда за рулем был невысокий мужчина в черной куртке с белым воротником. Похожего человека полицейские обнаружили неподалеку от места аварии, но он перевалил вину на собственника авто Дениса. А кто был за рулем Лексуса? За рулем. Вы или не вы, скажите просто. Нет. А кто был за рулем Лексуса? Я вообще не знаю, я был пашистый, к сожалению. А вы пешком шли? Пассажиром. А, пассажиром. А кто вас вез? Кто вас вез? Был бы человек вон там, хозяин машины. А, хозяин, все понял. Хозяин Лексуса рассказал, мама купила ему новый дорогой кроссовер. Этим вечером он решил с друзьями прокатиться на машине, дал другу порулить, а он устроил ДТП и убежал. Этот, которого сейчас взяли? Вот в патрульке и говорил. Типа, ты ехал. Ну, не ехал, не ехал, не ехал. Не-не-не, я сейчас у него просто спросил. Ну, не ехал, не ехал. Че он, зачем? Денис переживал, что забитую машину теперь ему попадет от мамы. Павел же опасался другого, так как водителя установить не удалось. Непонятно, кто будет оплачивать ремонт авто. Лифт, фан, да, вот в это место. Да нет, я-то не трепетел. Да нет, я тебя понял, просто... Кто был за рулем Лексуса, так и осталось тайной. Нет ни свидетелей, ни видеозаписи. Сейчас поиском виновника будет заниматься отдел розыска. Сергей Пичугин, место происшествия. Очень не хотел попасть в ДТП водитель КамАЗа на улице Дзержинского. Чтобы не столкнуться с попутной иномаркой, ему пришлось развернуться, да-да, на 180 градусов. Далее рубрика «Видеорегистратор». На улице Дзержинского водитель белой иномарки не успел даже испугаться. Он не сразу увидел, что сзади на него катится КамАЗ. Водителю грузовика удалось избежать ДТП. Вовремя отъехал и водитель иномарки. После инцидента КамАЗист развернулся и продолжил путь. А на советском тракте закружила на дороге внедорожник УАЗ. Автомобиль уехал в сугроб. Мастер парковки зафиксировала камера на улице Сурикова. Водитель белого Мерседеса не увидел в зеркало заднего вида кроссовер Митсубиси. Удар был более чем заметный, но судя по реакции виновника аварии, повреждения оказались несерьезными. На улице Ленина ребенок выбежал под колеса автомобиля с камерой. Мальчик выскочил внезапно из-за припаркованных машин. На улице Дзержинского с виду пьяный молодой человек едва не прокатился на капоте машины с регистратором. Его качнуло, и он шагнул на проезжую часть. Дебил. Пошел на обгон вслепую водитель иномарки на загородной трассе. Владелец регистратора увидел его в последний момент, когда шлейф от фуры развеял ветер. Странный водитель едва не спровоцировал ДТП на улице Ульяновской. На перекрестке он внезапно остановился на зеленый сигнал. Сергей Пичугин, Михаил Вагин. Место происшествия. И на сегодня это все. Телефон редакции не изменен через мессенджеры. Можете прислать ваши видео с происшествиями. Самые достойные мы обязательно покажем. Повтор выпуска можете смотреть на YouTube-канале Первого Городского. Короткие ролики в Instagram и место происшествия. В студии был Сергей Пичугин. До новых встреч!